Пацаны неуклонно движутся к финалу четвертого сезона, который обещает быть просто взрывным. Несмотря на критику за более медленный темп и копание внутри себя, сериал планомерно готовил почву, чтобы разорвать наши ожидания в последней серии. Хомлендер на пределе, вирус почти готов, семерка распадается. В общем, нам определенно есть, что обсудить. Устраивайтесь поудобнее, потому что мы разберем предпоследнюю серию во всех деталях прямо сейчас. Для начала отметим, насколько хорошо сценаристы иронизируют над многими, казалось бы, абсурдными историями, которые при этом реально происходят. Речь, конечно же, о вступительной сцене, которая красной нитью протянулась на протяжении всего эпизода. Своеобразную пародию на улицу Сезам мы видели еще в поколении Ви. Однако идея передачи «Доносите на родителей, соседей и полицейских, если они против суперов» теперь кажется заглавной темой всего сезона. Политический план Хоумлендера и Сейдж постепенно разваливается, несмотря на активную агитацию даже на детском канале. С помощью этой линии сценаристы показали, насколько диктаторским будет режим, если глава семерки окажется во главе правления страны. И Райан в этом плане как нельзя лучше подходит на эту роль. Будучи уверенным в том, что снимается в детской рождественской передаче, к окончанию серии он решается на геройский поступок, чтобы сказать «нет политики Воут». Не последнюю роль в этом сыграла сама декорация домика, который очень похож на хижину из второго сезона, где он жил какое-то время. Именно это в итоге могло натолкнуть его на воспоминания о матери, которые потом были закреплены полученным фото. Финальные серии четвертого сезона пацанов уже на подходе. Посмотреть их, а также другую супергероику с максимальным комфортом, можно в онлайн кинотеатре «Флекс». Здесь собрано огромное количество ваших любимых фильмов и сериалов от ведущих мировых студий, включая «Неуязвимого», «Академию Амбрелла» и все проекты «Марвел» и «Диси». Помимо них, вы найдете на «Флексе» трансляции спортивных событий со всего мира и все новинки кино, которые не вышли в кинотеатрах РФ. Такие как «Каскадеры», «Годзилла» и «Конг» и «Фуриоса». Все они доступны в профессиональной озвучке от «Тиви-шоус». Помимо них, вас ждут сериалы с «Нетфликс», «Эппл плюс», «Дисней плюс», «Эйчбио» и «Эмазон», ими можно наслаждаться без подтормаживания и какой-либо рекламы в собственном плеере «Флексо» с максимальным качеством 4К и объемным звуком 5.1. А загрузив удобное приложение сервиса, вы сможете скачивать любимые проекты на смартфон или планшет и смотреть их даже без интернета. Приложение можно установить и на Smart TV. Переходите по ссылке в описании и используйте промокод «Череват24» при оформлении подписки. Он даст вам скидку целых 50% на любой тариф. Цена месячной подписки при этом составит менее 100 рублей. А если оформите сразу годовую подписку, то до конца июля, помимо 50% скидки, вы автоматически участвуете в розыгрыше 10 балансов по 10 тысяч рублей, которые в случае победы зачислят вам на аккаунт. Их можно будет потратить на покупку любых фильмов, доступных на сервисе. Откройте доступ к огромной библиотеке лучших кинопроектов по выгодной цене. Интересно, что именно Райан, кажется, ставит финальную точку в терпении Хоумлендера. На протяжении всего сезона мы наблюдали, как лидер «семерки» также пытается разобраться со своими проблемами, тянущимися с детских лет. Правда, делал он это в своей манере, но меньшего от него мы и не ждали. Но в итоге именно Райан сыграл сейчас решающую роль, потому что с ним Хоумлендер вроде бы начал меняться в роли отца. Сцена с избиением продюсера – помощница и лучший тому пример. Наверняка вы обратили внимание, что рождественскую передачу курировал уже другой человек. А что стало с предыдущим, можно только догадываться. Но теперь Райан публично выступил против идеологии отца, который, как мы узнали, лично утвердил сценарий передачи. А значит, сейчас Хоумлендера уже ничего не сдерживает, и он, что называется, слетит с катушек, максимально приблизившись к комиксной версии. Сцена с разделением ткача на две половины, хоть и была пропитана колоритным юмором, но в очередной раз показала, что лидер Семерки не в порядке и жаждет крови. Ну и Энтони Стар, облизнувшийся в этот момент, как всегда великолепен. К расшатанному состоянию Хоумлендера можно отнести и смещение, а потом и увольнение сестры Сейдж со своего поста. Как ни крути, но она тоже была сдерживающим фактором и умело манипулировала желаниями самого опасного супера. Интересно, что на фотографиях кукольных членов Семерки, все в той же детской передаче, сестры Сейдж нет. Таким образом, нам дали понять, что ее так и не приняли по-настоящему в состав. Однако теперь, когда Эшли вернулась ко своей должности, на подобное сдерживание Хоумлендера можно не рассчитывать. Кстати, ее раскаяние за то, кем она стала, пока работала в Воут, весьма символично. Она уволила своего помощника, чтобы он был подальше от влияния Хоумлендера, а затем напомнила поезду А от датчики слежения. При этом раньше она была настолько напугана, что никогда бы не решилась на подобное. Но после смерти Коулмана и Тек Найта решила исправить хоть что-то. Есть ощущение, что в конечном итоге она станет еще одной жертвой Хоумлендера, но перед этим максимально подпортит его репутацию. Наверняка вы также обратили внимание, как едва заметно нам оставляют намеки на появление уже знакомых и полюбившихся персонажей. В сцене, когда Кимико впервые следит за работой Самира, она внимательно читает журнал под названием Вигар. Буквально секундная сцена содержит еще одну отсылку к появлению солдатика, потому что на обложке красуется именно он. Понятное дело, что журнал старый, потому что еще по прошлой серии мы знаем, что цех, где создается новый вирус, очевидно заброшен со времен первого состава Семерки. Но кроме солдатика мы получили намек на появление королевы Мэйв, иначе зачем еще акцентировать наше внимание на коротком кадре с ее изображением. Когда Сейдж покидает зал заседания Семерки, она демонстративно бросает на стол блокнот. И на нем красуется изображение не кого-нибудь, а Мэйв. Видно, нам намекают, что она еще сыграет свою роль в дальнейших событиях перед финалом. Что же касается самого блокнота, то по всей видимости в нем содержится окончание ее плана. Вопрос только в том, воспользуется ли им Хоумлендер или будет стоять на своем. Интересно наблюдать и за трансформацией поезда А, который постепенно превращается в настоящего супергероя. Несмотря на то, что именно он запустил всю цепочку событий, к четвертому сезону его преображение неоднократно выручало пацанов. Однако восьмая серия носит под заголовок «Убийственный забег», что само по себе наводит на мысль о судьбе Экспресса. Несмотря на то, что в конце нам дали понять, что он успел сбежать вместе со своей семьей, руки Воут простираются очень уж далеко. Кроме того, седьмая серия наконец-то вернула французика на свое место. Теперь он занимается тем, что у него получалось лучше всего, а именно изобретает способы борьбы с суперами. Их применение с Кимико хоть и привело к отрезанию ноги, но было долгожданным и к тому же раскрыло истинную причину немоты. Очевидно, что нам не просто так раскрыли эту особенность, связанную с психологической блокировкой. При этом в комиксах Кимико перестала говорить после гибели родителей, поэтому здесь сценаристы отступили от первоисточника. Кстати, напишите-ка в комментариях название, если узнали, что за возмутительный хит из 90-х играл в первой сцене встречи французика с Самиром. Эпизод также запомнился короткой, но яркой погоней за оборотнем, смачно меняющим облик. Вот такого персонажа затрудняет шансы пацанов на спасение президента. К тому же последняя сцена со Старлайт явно дает понять, насколько опасен супер с такими-то способностями. Ранее мы уже видели персонажей с подобными навыками. В первых сезонах Доппельгангер помогал собирать компромат и восполнять пробел Хоумлендеру с потерей Мэдалин Стилвелл. Сейчас же мы видим, что для превращения новому оборотню нужно срывать с себя кожу, подобно рептилиям. В общем-то, можно было ожидать чего-то подобного от пацанов. При этом интересно, может ли он превращаться в кого угодно, потому что в серии примеряет на себя облики только женщин. Возможно, у нее есть какое-то ограничение, связанное с полом. Кстати, учитывая дальновидные способности Сейдж, которая и нашла этого оборотня, возможно, что он давно уже мелькал вместо кого-то на протяжении всего сезона. Только об этом никто не догадывался. Например, мать Хьюи подходит на эту роль, потому что появилась буквально из ниоткуда. Оборотня вполне могли послать шпионить за одним из членов пацанов, чтобы понять их цели. Или в любой другой роли, чтобы в финале получился сюжетный твист. При этом оборотня выдает только определенное мерцание глаз, как мы видели в финале эпизода. Чем-то оно, кстати, напоминает мистик из Людей Икс. В любом случае, мы совсем скоро узнаем истинную роль нового оборотня. Еще одним открытием стали реальные взаимоотношения Бутчера с Беккой. На протяжении всех сезонов нас убеждали, что его мотивы основаны на месте за смерть любимой женщины. Однако все оказалось весьма сложнее, потому что он пытается загладить вину за измену перед самим собой. И хотя воссоединение пацанов в первоначальном формате было приятным, очевидно, что эгоистические действия Билли подвергают всех чрезмерной опасности. Нельзя не отметить и внимание авторов даже к самым мелким деталям. Например, посылка с фотографией, которую открывает Райан, подписана точно так же, как ник Нейм Бутчера в местной версии Mortal Kombat. Естественно, вымышленная фамилия на английском звучит как игра слов, и ее можно перевести как «Не будь ослом». В мягком варианте, конечно. Кроме того, еще одной забавной отсылкой является последняя сцена Амброзиуса. Когда глубина разбивает аквариум, сцена гибели осьминога длится неестественно долго. Очень похожий ироничный эпизод был во втором Дэдпуле, когда Уэйт Уилсон никак не мог распрощаться с жизнью после ранения. Возможно, это не прямая отсылка именно к этому моменту, но определенно высмеивание долгой гибели героев в больших проектах. Наверняка вы также обратили внимание на подготовку офиса пацанов на случай вторжения. По всему периметру разбросано разного рода оружие, от монтировки до дробовика. Однако вишенкой на этом торте является мини-ган, которым ММ расстреливает Нуара. Пацаны понимают, что убить Супера им вряд ли так легко удастся, однако Градпуль поможет выиграть время. Ну а кадр с падающими гильзами очень напомнил сцену из первой «Матрицы», когда Нео освобождал Морфеуса и расстреливал агентов из пулемета. Еще один показательный момент связан с фото Эшли, которая попадает в кадр, когда поезд А уходит от нее. Ранее она говорила, что в молодости год проучилась во Флоренции. Если присмотреться, то на фото видно, что она не бреет подмышки, показывает средний палец и носит футболку с Чи Геварой. Таким образом нам дают понять, что она шла против системы, но в итоге стала ее винтиком и испугалась что-то менять. По крайней мере сейчас. Кстати, в финальной сыне, когда Райан запретил Эшли переходить к рекламе во время трансляции, прослеживается любопытная преемственность. Точно таким же образом в предыдущем сезоне Хоумлендер со сцены запретил ей делать то же самое во время своего помешательства. По итогу, хочется сказать, что сериал все-таки разошелся по второй половине сезона. Ставки растут, персонажи доходят до своего предела, а вместе с ними нарастает и напряжение. Финал обещает быть максимально эпичным. Благо, что ждать его осталось совсем чуть-чуть. Обязательно напишите в комментариях ваши впечатления от седьмой серии и давайте уже постепенно подводить итоги четвертого сезона. Ну а на сегодня это все, друзья. Увидимся в новых видео совсем скоро. Субтитры подогнал «Симон»!